Библейские чтения, часть 5. Моисей ударяет своим посохом по схоле и дает евреям воду. Поскучали, справились на некоторое время евреи, но скоро опять начали грубить Моисею и роптать на Бога. Бог наказывал виновных, но проходило немного времени, и евреи опять бунтовали. Пряники у Бога закончились, остались одни кнуты. Евреи представлены какими-то неблагодарными уродами, которым сколько ни давай, им все мало. Но на деле не забываем, что они бродят по пустыне, а пустыня это довольно экстремальное местечко. Там жить просто тяжело, и любое промедление с поиском воды чревато мучительной смертью. Так они опять пришли в такое место, где не было воды. Евреям следовало бы вспомнить, что Бог уже два раза давал им воду, значит и теперь не оставит их без воды, но они подняли шум. Но если по логике стали бы они поднимать шум, если бы водой их вовремя снабдили? Думаю, что нет, просто воды им никто давать не собирался, вот и пришлось напомнить о себе. А Мойша как будто бы сам пить не хочет, выносливый, как верблюд, пока люди не взбунтуются, не понимают, что они пить хотят. Стали бронить Моисея и Аарона, кричали. «Зачем мы не умерли раньше? Вы затем верно завели нас в эту пустыню, чтобы уморить нас и скот наш. Здесь нет ни хлеба, ни плодов, ни воды». «Ну есть скот ваш, зарежьте и будет вам еда. Может, конечно, евреи были веганами, но когда тебе грозит голодная смерть, можно поступиться принципами. Некоторые вон идут на каннибализм от голода, а тут полно домашней скотины, но ее почему-то не трогают, только в жертву регулярно приносят». Моисей и Аарон пошли в Скинию, в скобках походную еврейскую церковь, упали на землю и молились Богу. «И Бог услышал молитву их. А если бы они не помолились, сведущий Божий, так бы и не догадался, что пора дать его любимому народу воды. Возьми свой посох, в скобках палку, сказал Бог Моисею. Созови народ и при всех скажи каменной скале, чтобы она дала воду». Моисей был еще огорчен евреями и сердился еще на них. Когда они все подошли к скале, Моисей в сердцах сказал, «Послушайте, разве из этой скалы мы достанем воду?» И ударил в скалу два раза. «И что же? Из каменной скалы потекла вода, и ее было так много, что хватило всем и людям, и скоту». По-моему, он уже это делал. Книга опять повторяется. Теперь после каждого еврейского голодания или жажды нам будут писать про усталых перепелок и расколотые камни? Ну и сердиться на людей, которые умирают от жажды, это верх цинизма. Я бы согласился, если бы они не хотели пить обычную воду и требовали вина, но они же просят утолить жажду, не более. Повторюсь, неужели сам Моисей с Саароном не хотели того же? Усомнившийся Мойша, которому сам Бог только что пообещал дать воду, вообще вызывает крайнее удивление, тем более, что воду из камней он ранее успешно добывал. А Моисей за то, что не послушал Бога и при народе сказал, что из камня нельзя достать воды, тогда как Бог и теперь велел достать ему воды из камня, Моисей был наказан. Бог сказал ему, что он не войдет в землю ханаанскую, а умрет в пустыне. По-моему, это и так было понятно, когда Бог отправил его еще на 40 лет гулять по пустыне. Сколько лет было Моисею к тому времени? Это нигде не указывается, но понятно, что уже достаточно много. Плюсуем к этому 40 лет и получаем в лучшем случае ветхого старика, которому такие экстремальные нагрузки однозначно противопоказаны. Так что Мойша это наказание по барабану, он уже был приговорен, причем непонятно за что. Ну и Бог, который якобы так любил Моисея после первого же его прокола, причем незначительного, подумаешь, смолодушничал немного, так сурово с ним разобрался. Как-то это несправедливо по отношению к человеку, который так долго выполнял все божьи прихоти, как мне кажется. Ну и конечно же Мойша сам повел себя как дурак, значит до этого он постоянно творил чудеса, не сомневаясь в божьей помощи, а то вдруг засомневался. С чего это интересно? А тем временем хитрый поп-автор, чтобы накрутить его вину, ловко ввернул фразу, что он, дескать, не послушал Бога. Но дело в том, что Бога Моисей как раз-таки послушал и все выполнил. Но при этом ляпнул не то, что нужно, старый маразматик. Медный змей Евреи все-таки не унимались, скоро они опять стали недовольны. Эта негодная манна опротивила нам, кричали они. Подумайте, они называли негодную пищу, которую посылал им Бог. И за это Бог их наказал. Вместо маленьких птичек, мясо которых так вкусно, Бог послал на евреев злых ядовитых змей, которые кусали людей так сильно, что те умирали. Ну, слава Богу, отвязались от бедненьких перепелочек. Но теперь евреям досталось на орехи. Лишь за то, что они уже больше не могли жрать эту манну. С одной стороны, правильно. У вас целая стада мяса, но вы хотите их сэкономить и получить халяву. Халяву вам дали, но она вам, видите ли, надоела. Однако змеи это, конечно, сурово. Бог выступает как настоящий изверг по отношению к любимому избранному и самим народу. Автор постоянно говорит нам о том, как Бог осыпает евреев ништяками. Но кроме пары фонтанов из камней и пары стаи перепелок до манны, сыплющейся с неба, я больше даров пока не заметил. Только испытания да наказания. И уж как накажет, так накажет. Кстати, змей тоже можно ловить и есть. По вкусу они напоминают тех же самых перепелок. А помнились евреи, стали молиться Богу и просить прощения у Него, в том, что роптали на Бога и обижали Моисея. И милосердный Бог простил евреев. Он велел Моисею сделать медного змея и повесить его на кресте. Стоило только укушенному взглянуть на этого змея, и рана заживала, и человек оставался жив. А не проще ли было змею убрать, чтобы не кусались? Воистину, Бог – эталон доброты. Ну и змей, повешенный на кресте, это очень символично. Вы, разумеется, видали крест, прикладывались к нему. Кто на нем повешен? Распят. Иисус Христос. Вы, вот и вы, деточки, когда с вами случится болезнь или какое-нибудь горе, молитесь распятому за наши грехи Иисусу Христу, и Он исцелит вас от всякой болезни и избавит от всякого горя. А как это вяжется со змеем, которого ранее выдавали за дьяволы? Вообще-то, сравнивать Христа с медным змеем – это, по-моему, кощунство какое-то. Смерть Моисея. Сорок лет бродили израильтяне с Моисеем по пустыне. А Арон, брат Моисея, его сестра Мариамна, умерли. Также умерли и старые израильтяне. Дети же выросли. Там уже внуки должны были вырасти за сорок лет-то. Тогда повелел Бог израильтянам идти в обетованную землю. Наконец, они подошли почти к самой обетованной земле. Моисей собрал всех израильтян и повторил им еще раз все заповеди, которые дал им Бог, объясняя при этом непонятные. По-моему, за сорок лет они их вызубрить уже должны были, и все непонятки понять. Потом Моисей сказал Иисусу. Бог сказал мне, что я не войду в обетованную землю, потому что я скоро умру. После моей смерти ты должен занять мое место и ввести израильтян в страну. Какому Иисусу? Почему не уточняется, что это Иисус новин? Тут у детей может и непоняток возникнуть. А Моисей красиво соврал, заявив, что не может войти в обетованную землю, так как скоро умрет, а вовсе не потому, что Бог ему запретил туда входить. Наконец Моисей начал прощаться с израильтянами и говорил им, веруйте в Бога, бойтесь Его и исполняйте Его заповеди. Не забывайте никогда, сколько добра сделал Он вам. Он вывел вас из Египта, помог счастливо перейти через глубокое и широкое море, Он давал вам хлеб, мясо, воду, дал свои святые заповеди, и теперь Он ведет вас в чудную страну, где много хлеба, плодов, молока и меду. Он так говорит о земле Хананской, будто это какой-то новый свет, а не родина их собственных предков, на которой никакого молока и меду не было отродясь, из-за чего в свое время Иосиф даже перетащил оттуда к себе в Египет голодающих братьев и отца. Не забывайте Господа, и Он никогда не оставит вас, и вы будете самым счастливым народом. Сказав это, Моисей простился с израильтянами и взошел на гору, которая называется Навав. С этой горы видна была вся земля Хананская. Там явился ему Бог и сказал, подними глаза твои и посмотри на землю, которую я даю израильтянам, но ты туда не войдешь. Бог – жестокий тиран, зачем он мучает бедного старика, который так долго ему честно служил? Неужели он не мог простить его под конец, явив тем самым божье всепрощение и доброту? Нет, он просто издевается над бедным Мойшей и оставил его умирать в пустыне в полном одиночестве. Моисей поднял глаза и начал смотреть на обещанную страну, на ее зеленые долины, цветущая луга, на приятные ручейки и прохладные леса. Он видел там роскошные виноградники, великолепные фруктовые деревья, прекрасные города, пасущиеся стада. Но ему не суждено было войти туда. Очень грустно сделалось Моисею, но он не смел роптать на Бога. Он вспомнил, что и он тоже грешил, и не всегда исполнял волю Божью. Здесь, на этой горе, 120 лет от роду, и умер Моисей. Никто не нашел ни его тела, ни его могилы. Вот так Моисей заработал награду от Господа. Умер непонятно где, вдали от своего народа и земли обетованной, не заслужив даже надгробия. И при этом еще сам себя же и обвинял. Не спорю, Моисей был весьма неоднозначным персонажем. Он убивал без зазрения совести, громил священные доски, гневался, устраивал кровавое судилище. Единожды усомнился в чуде Господнем. Все это было. Но неужели за все свои старания и заслуги он не заслужил у Бога прощения? Лично мне не нравится Моисей. В отличие от Иосифа и Исава, он какой-то хитрый и мутный жучара, практикующий кумовство, местничество и сребролюбие. Но мне его жалко. И я считаю, что Бог поступил с ним очень несправедливо. Детям стоит задуматься, а надо ли до гробовой доски быть ему преданным, если он вот так может их шваркнуть в итоге? Благодеяние Божие народу израильскому во время странствования. Каких только благодеяний не оказывал милосердный Бог неблагодарным и упрямым евреям во время их странствования по пустыне. Каких чудес не творил он для них. Видимо, поп-автор сам догадался, что благодеяния от Бога было действительно как-то маловато, и решил еще раз их повторить, чтобы усилить, скажем так, эффект. Он провел их по дну широкого и глубокого моря, как по сухому пути. Три раза давал им воду. Помните, первый раз вода попалась им горькую, а два раза совсем не было воды, и Моисей извел им воду из каменной скалы. Три раза за полсотни лет! Неслыханная щедрость! Удивительно, и чего евреи так взбухали против него и Моисея? Два раза посылал им целая стаи птичек, когда евреи требовали мяса. Два раза за полсотни лет! Я фигею с этой благодати! Ну а в промежутках они должны были, наверное, в спячку впадать и лапу сосать. Когда же евреев за их грехи и за их упрямство и ропот постигали разные бедствия, Бог прощал их и избавлял, когда они просили у милосердного Бога прощения и помилования. Вспомните про медного змия. Я бы лучше вспомнил про Моисея, благодаря которому евреи в итоге все-таки дошли до земли и обетований. Моисей почему-то не получил ни прощения, ни помилования. Все, что Бог ему позволил от величайших щедрот, это поглядеть перед смертью на землю, в которую он так долго шел, и в которую его так и не пустили. Вход израильтян в Ханаан После смерти Моисея Иисус Новин сделался предводителем израильтян и получил повеление от Бога идти в обетованную землю. Как вы уже слышали, в Ханаане жило очень много разных народов. Там было также много городов. Когда израильтяне захотели войти в страну, то эти люди не пускали их. Так что часто случались спор и война. Каждый раз, когда они входили в новый город, то приходилось им воевать с жителями этого города. Но Бог всегда помогал евреям. Говоря проще, евреи просто напали на Ханаан и начали захватывать один город за другим. А Бог помогал им в этом. Можно догадаться, что без жертв тут, мягко говоря, не обходилось. Переход через Иордан Так Бог помог евреям завоевать половину Ханаанской земли. Надобно им было завоевать и другую половину. Но тут встретилось препятствие. Теперь автор вообще безо всяких купюр заявляет, что евреи вели захватническую войну. И, видимо, даже не пытались договариваться с местными, а сразу нападали на них. Половины Ханаана им показалось мало, и они решили захватить его полностью. То есть, вы понимаете, Бог увел евреев из Египта, где они жили, может, и плохо, зато мирно, и привел туда, где они постоянно воюют и проливают кровь. У мирного странствующего народа откуда-то появилось оружие. Не с пустыми же руками они захватывали целые города. И вообще все это звучит как-то уж совсем неблагочестиво, учитывая, что войну и кровопролитие религия как бы не одобряет, уча смирению и покорности. Посередине обетованной земли протекала большая река Иордан. Подходят они к Иордану. Ни мостов, ни лодок, ни плотов нет. Как им было перебраться через реку? Но Бог провел их через море. Поможет им переправиться и через реку. Кто бы сомневался. Три дня стояли они на берегу реки. На третий день Иисус Новин велел евреям молиться и поститься, как пред великим праздником. На четвертый день Иисус Новин велел им идти. Впереди священники несли ковчег Завета. Помните тот ящик, в котором хранились две каменные доски с заповедями Манна и Жезла Орона? Лишь только священники опустили свои ноги в воду, вода остановилась. С одной стороны была как бы высокая стена из воды, а с другой вода стекла вниз по реке. Священники пошли по дну, остановились на середине реки и стояли, пока не перешли все евреи. Тогда священники вышли из реки, и высокая водяная стена с шумом упала, и река потекла по-старому. Учитывая, что 600 тысяч человек это вам не баран чихнул, можно прикинуть, сколько по времени двигалась эта толпа, и сколько воды успела накопиться сверху по течению. Думаю, что стена выросла до стратосферы, как минимум. Взятие Иерихона Много приходилось евреям воевать с жителями земли Ханаанской, много приходилось евреям отнимать у них городов, и евреям везде помогал Бог. Но сильнее всех были жители города Иерихона. И во всей земле не было города крепче Иерихона. Вокруг него стояли крепкие высокие каменные стены. Ворота городские были тоже крепки. Евреям нечем было разбить стены, нечем было проломить ворота, не было у них лестницы, чтобы влезть на стены. Кроме того, евреям нельзя было и подойти близко к стенам. На стенах стояли ерихонские жители, и если какой смельчак из евреев слишком близко подходил к стене, то в него или пускали стрелы, или бросали камни, и могли убить. Ого, даже могли убить! Ну а евреи, конечно, хотели принести ерихонцам мир, дружбу и жвачку. И не взять бы евреям города Иерихона, не победить бы его жителей, если бы им не помог сам Бог. Иисус Новин велел священникам нести ковчег завета вокруг города, а всему народу идти сзади. Так они обходили вокруг города шесть дней по одному разу. В седьмой день евреи встали, едва только стало расцветать, и обошли вокруг города семь раз. Лишь только обошли в седьмой раз, как молчаливый и дотолий народ вдруг издал потрясающий вопль. Священники затрубили, и твердые стены ерихонские упали. Евреи со всех сторон бросились в город и перебили всех злых жителей его. Они пожалели и оставили в живых только одну добрую женщину, Рааф. Вот так добро победило зло. Я думаю, что все было гораздо проще. Держу пари, что добрая женщина Рааф открыла ворота осаждающим. Те ворвались и перебили всех горожан, которых почему-то злило, что их город штурмует какие-то пришельцы. Вообще, определение злых людей красной ничью проходит через всю Библию. Теперь мы ясно видим, что злыми считались только люди, которые чем-то не угодили евреям или их богу. И, конечно же, удел у них один – смерть. Никакой пощады, никакого сострадания. А ведь у злых людей наверняка были дети, которых евреи тоже перебили. Но зачем сгущать краски, верно? Эта добрая женщина пустила ночевать в свой дом двух евреев, которые раньше приходили осматривать город. И когда соседи ее, узнав, что у нее ночуют два еврея, хотели убить их, она потихоньку спустила их в большой корзине за окно. И тем спасла им жизнь. Как видите, я почти угадал – евреи заслали двух шпионов, чтобы те разведали план города и его слабые места. А может быть, и подготовили диверсию изнутри. Эти шпионы нашли предательницу, согласившуюся, наверняка не забесплатно, работать на врагов. Когда шпионов раскрыли, она помогла им бежать. И, наверное, это была сильная тетка, если сумела спустить двух мужиков в одной корзине из окна. Как бы там ни было, мы видим явный акт предательства, трубы и вопли, разрушившие стены, красивая ширма для отвлечения внимания, в том числе и нашего. И Ерихон пал из-за одной единственной шкуры, по вине которой погибло столько народа. Вот, друзья мои, какое чудо Бог сделал, чтобы дать евреям победу над сильным неприятелем и взять крепкий город. При этом неприятель не сделал евреям ничего плохого, в отличие от тех же египтян, например. Но Бог помог захватчикам захватить город и перебить всех его жителей. Учитесь добру и справедливости, дети. Ахан вор. Взяли евреи с помощью божией такой крепкий город, как и Ерихон, и неприятели не убили у них ни одного человека. За что их и вырезали практически всех. Нужно было теперь евреям взять небольшой городок Гай. Уж раз начали захватывать все подряд, остановиться уже сложно. Жителей в этом городке было немного. Евреи надеялись, что Бог поможет завоевать им и этот городок. Они послали туда три тысячи человек. Жителей в Гае было меньше. Но они прогнали евреев и убили у них тридцать шесть человек. Молодцы, дали просраться наглым захватчикам. Видят евреи, что Бог не помогает им. За что же прогневался на них Господь? Стали они плакать и молиться Богу. Стоило один раз получить по соплям и расплакались, как девочки. А когда резали ерихонцев, поди веселились и не обращали внимания на их слезы и мольбы о помощи. Отвратительно. И вот Бог открыл Иисусу на вину, за что Он оставил евреев и не помогает им. Дайте угадаю. Бог рассердился на то, что евреи проявили такую жестокость по отношению к ерихонцам. Ведь так? Ну наверняка же. Когда евреи подошли к ерихону и увидели, что им не взять этого города, они стали молиться Богу, чтобы Он помог им победить неприятелей. Они обещали ничего не брать себе, что найдут в городе. Все сжечь. А золото, серебро и медь отдать в скинию. В скобках свою церковь. Чтобы там сделать подсвечники, кадила и чаши. Да японский городовой. Правильно. Какое там милосердие к побежденным. Главное всю добычу притащить в церковь. Какой же трындец. Ну и можно себе представить размеры скини, если на ее благоустройство пошли богатства целого города. Но один еврей, Ахан, не исполнил этого. Он взял некоторые вещи, которые понравились ему, и спрятал. Таким образом, Ахан сделался вором и не сдержал обещания, которые вместе с другими дал Богу. Короче, Бог обиделся, что один из евреев закрысил у него долю награбленного. Насрать на массовое истребление и разрушение. Насрать на неоправданную жестокость. Важнее всего трофеи, ради которых Бог, как оказалось, и помог евреям взять Ерихон. Я просто не знаю, как это еще комментировать. Хотя этого никто не заметил, но видел Бог и сказал Иисусу на вину. «Один между вами не сдержал обещания и не исполнил мои заповеди. Он украл, и до тех пор, пока он не будет наказан, вы не одержите ни одной победы». А то, что до этого евреи украли золото у жителей Ерихона, после чего беззастенчиво их убили, это нормально? Они все нарушили заповеди? Или воровать нельзя только у Бога? Мне это напоминает какой-то разбойничий шалман, в котором главарь повелел всю наживу принести ему, а один из бандюганов оказался крысой, за что главарь наказал всю кодлу. На другой же день Иисус на вину собрал всех израильтян, и вор был открыт. Иисус же подозвал его к себе и сказал, «Сын мой, вспомни, что Бог все знает, и потому открой мне все, что ты сделал». «Объявляю в хате крысу!» Ахан отвечал, «Теперь я вижу, что согрешил перед Богом. Я во всем признаюсь, я нашел прекрасную одежду и взял ее, также взял много золота и серебра». «И куда же ты спрятал все это?» Спросил Иисус на вину. «Я все это закопал в землю под моим шатром», отвечал Ахан. Иисус на вину тотчас же послал несколько человек обыскать его шатер. Те действительно нашли сокровища и принесли их. Ахан, его сыновья и дочери были отведены в долину и там побиты каменьями. Ну и разобрались с ворюгой по понятиям, а заодно и его совершенно невиновных детей у контрапупели, да еще и таким беспощадным образом. Эта притча нас учит, что крысячничать нехорошо. Ровным пацанам надлежит долю рвать по понятиям, все тащить в общак, иначе не будет фарта в натуре. Одежда же, золото, серебро, которое украл Ахан, его быки, ослы и овцы, и даже его шатер были сожжены. Таким образом наказал бог Ахана за то, что он приступил его восьмую заповедь, так как в восьмой заповеди бог говорит «Не укради». Не будем задаваться вопросом, за что пострадали быки, ослы и овцы, просто вспомним, что Ахан не стырил драгоценности из церкви. Он их намародерил во взятом городе. И если украл, то не у бога, а у убитых, возможно, им же, хозяев. Но бог заведомо причислил всю награбленную добычу себе любимому. Кто не донес ему ништяков, тот фактически украл их у него. И к этому притягивается заповедь «Не укради, охренеть». На том месте, где Ахана побили каменьями, израильтяне набросали огромную кучу камней. Этот памятник должен был предостерегать всех проходящих мимо и напоминать им о заповеди божьей «Ты не должен красть». Не крысь у господа, так правильней. Бывают и между вами, маленькие друзья мои, что один нашалит, а не признается, а из-за него наказывают весь класс. Как это нехорошо! Как нехороши дети, которые не признаются в своих шалостях и которым не стыдно, не совестно, что из-за них наказывают напрасно их товарищей. Добрый, честный ребенок всегда признается, а не доведет до того, чтобы из-за него наказывали его братьев или товарищей. Так Ахан сразу и признался во всем. И что за это получил? Чему нас учит поп-автор? После такого примера дети, наоборот, будут запираться и молчать до последнего, потому что за честное признание их не простят, а побьют камнями. Разделение земли, обетованной между двенадцатью коленами. Наконец, евреи завоевали всю землю ханаанскую. Тогда Иисус Новин разделил всю обещанную Богом израильскому народу землю между двенадцатью коленами, о которых я уже вам рассказывал. Каждая колена заняла часть страны. Таким образом, земля ханаанская была разделена на двенадцать частей. По-честному, по справедливости. Напоминаю, что в ханаане жили такие же евреи, дальние родственники тех, что приперлись из Египта. Большинство из них, я так понимаю, пустили под нож. Поэтому евреи еврею рознь. Бог любит не всех евреев подряд, а только народ Израилев, то есть прямых потомков Иакова. Остальные ему до фонаря, они не кошегные. И стали теперь евреи жить в прекрасной стране, которую обещал им Бог. Хотя он обещал это давно, еще Аврааму, потом Исааку и Иакову. Но Бог всегда исполняет свои обещания. Блин, Авраам, Исаак и Иаков жили в этом самом ханаане. А множество их потомков, например, дети Исаава, продолжали там обитать, пока не вернулись египетские гастролеры и не устроили им родственный геноцид. Я вообще не понимаю, в чем смысл всей этой чехарды. Зачем Бог обещал евреям то, что они уже и так имели? Единственное, кто пришел в землю, обетованную извне, было Авраам. Он туда добрался без особых приключений и жил там нормально, пока не посрался с лотом. Потом все его потомки, вплоть до Иакова, жили там же. А Иаков, как мы помним, пожив в Египте, вернулся в ханаан уже в гробу. Но тоже без особых проблем. Какие нафиг обещания? Это все равно, как если бы я, изначально проживая в Саратове, переехал бы в Москву, где жить мне оказалось гораздо сложнее. Но Бог пообещал мне новый, идеальный город, в который я должен непременно переехать. Это Саратов. Какая-то фигня. Или это я что-то не понимаю. Короче, я запутался в этом божьем промысле. Евреям так понравилось в земле обетованной, что никто из них не вспоминал уже об Египте. И никто не желал туда вернуться. Евреи уже не вспоминали о том, что в Египте кормили их мясом и вдоволь давали луку и чесноку. Ну, наверное, потому что в Ханаане было полно своего лука и чеснока. Они же ограбили и захватили все огороды у местных жителей, уничтоженных с Божьей помощью. Полагаю, что все это счастье продлится до очередного голода, когда опять придется переться в Египет, чтобы купить хлебушка. Судьи народа израильского. Довольно долгое время жили евреи в земле обетованной, спокойной и счастливой. Сначала ими управлял Иисус Новин. Евреи почитали и слушали его, и исполняли заповеди Божьи. Но умер в 110 лет Иисус Новин. Перемерли и все израильтяне, которые видели чудеса Божьи во времена сорокалетнего странствования и во время завоевания земли Ханаанской. Стали евреи ссориться между собою, кто посильнее и побогаче стал обижать слабого и бедного. Забыли они заповеди Божьи и не стали их исполнять. Страшно, друзья мои, подумать. Евреи доходили иногда до того, что забывали истинного Бога, который сделал им столько добра. Перестали молиться и приносить жертвы Богу Израилеву, который вывел их из Египта, проводил их через моря и реки, давал им манну, воду, от которого они получили заповеди, которые дал им землю обещанную. Послушайте, кому они стали молиться и приносить жертву? Идолам, этим каменным или золотым болванам, которых язычники считали за богов. Видимо, были предпосылки. Если человек пристает верить в одно божество и начинает верить в другое, значит это выгоднее. Не исключено, что больше помощи они получали от идолов, нежели от любящего их Бога. А если учесть, что идолы это просто каменные изваяния, от которых толку никакого, то можно себе представить, какой тогда КПД был у Бога. Где-то в районе нуля, судя по всему. И все это евреи переняли от народов ханаанских, с которыми они познакомились и подружились. А в Ханаане еще остались какие-то народы после набега еврейских орд. Удивительно. Но маленькие друзья мои, послушайте, что я скажу вам. Злые люди никогда не могут быть хорошими, верными друзьями. И народы ханаанские, с которыми евреи были в дружбе, только притворялись друзьями евреев, а сами терпеть их не могли. Я не удивляюсь, почему они так себя вели. Евреи вторглись в их страну с оружием в руках и вырезали целые города. Тем, кто под них легли, пришлось изворачиваться и льстить, держа камень за пазухой. Ну и конечно же, все эти народы без исключения были злыми. Опять этот нацистский запашок вы не чувствуете? Много раз бывало, что, не говоря ни слова, нападут они на евреев врасплох. Потопчут все еврейские поля, на которых посеян хлеб, угонят скот, ограбят дома, унесут, что получше, и одежды, и дорогую посуду. А самих евреев сделают своими рабами, заставят их даром работать на себя. И тяжело, очень тяжело было евреям в это время. Ой, как тяжело им было, бедняжки. Приперлись, подмяли все под себя, а теперь жалуются, что уцелевшие местные их ненавидят и грабят. Как это так? Они ведь просто хотели, чтобы их любили. Вот тогда-то евреи вспоминали о Боге, начинали молиться, раскаивались в своих грехах и исправлялись. Кто-нибудь мне может объяснить, почему Бог так держится за евреев, которые его регулярно то забывают, то вспоминают. Давно бы подобрал себе народ поотзывчивый. И милосердный Бог прощал евреев. Он посылал евреям особенно благочестивых и умных людей, которые собирали войско, прогоняли и побеждали врагов. Эти люди, кроме того, что водили евреев на войну, смотрели за тем, чтобы евреи исполняли заповеди Божьи. Они разбирали жалобы евреев друг на друга и наказывали тех, кто нарушал закон. Эти люди назывались судьями. О некоторых из них я расскажу вам интересные истории. Что же это за судьи-дреды такие? Давайте узнаем. Конец пятой части.